Всем доброго времени суток, мои любимые человеки. Мне тут недавно подкинули немножко реплеев по моду The Ones of Darkness. Так что я решил их для вас записать. Значит, что у нас тут есть? Рохан против Арнора. Фу, Тим против Падме. Рохан Имладрис против Харат Кундабад. И Рохан против Имладрис. Давайте Тим против Падме. Я люблю Star Wars. Итак, за Рохануц играет Тим, а Падме за Мордор. Никто, ничего, пока что не решился выбрать. Какое-то у меня чутка расширение не такое, как надо. Но вам же будет еще хуже, потому что при монтаже я его растяну. А где звуки? Звуки вроде не уменьшены. Где звуки? Хм, ну ладно. У меня есть тогда вариант на этот случай. Погодите. О, кажется, после того, как я включил музычку, в игре появились звуки, да? Да. Ну ладно. Попробуем. Ну что ж, Мордор зачищает варгов своими орками. Блин, мне как-то жалко варгов. Хилые орки. Хилые орки их задавили. Рохан обстраивается фермами, собственно. А, я посмотреть не могу. Это еще одна ферма. Короче, он просто строит фермы. А и тоже чистит варгов. Ферма. Короче, никто не парится о том, чтобы войск подстроить. Мордор еще лесопилочку делает. Лишние ресурсы будет иметь. Захватил аванхоз, ну или заставу, как в простонародье. Чистит гоблинов, которые успели уже спушить внутри отворков. Получается, гоблины сильнее, чем варги. Мне жаль песика. Хотя я больше-то кошечкам. Но мне жаль песика в этом случае. Рохан отстает от него, только-только захватывает аванхоз. Наверное, сейчас будет насиловать гоблинов. Фермы, фермы. А вот и конюшенька подстраивается. Так, мне если память не изменяет, то 10 штук макс. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Десять. Значит, экшен нас скоро ожидают, ребята. Экшен. Так, мордор поп... О, а зачем столько рабочих? Они же как бы в очереди будут толпиться. Или тут побыстрее они носят? Ха, а вроде бы даже не очень-то толпятся. Хотя немножко... Да, все-таки стоят. Переборщил. С рабочими. Но видно, что пять человек явно мало, надо больше строить. Будем знать. Да, орки побежали издеваться над песиками. У них это практически получилось. Что я несу? У них это получилось. Да. За шмыгой гонятся роханцы, но я так понимаю, что это шмыга мордора. Да, падме посылает своего парня на разведку. А вообще шмыги тут нет. Кольца нет в этом моде. Если я правильно понимаю. Хотя утверждать не буду. Рохан подстраивает всадника. Делает сразу фонтан. А, я помню, фонтаны здесь где-то слишком багнутые. Они во время боя хиляют и воскрешают. И очень быстро хиляют. Ну, вы посмотрите. Какая скорость. Хотя, конечно, не во время боя по скорости. Я бы даже не назвал это багнутой, но во время боя там иногда получается так, что если это какой-то элитный отряд, то он быстрее хиляется, чем ему урон наносят. И быстрее воскрешается, чем его убивают. Что не менее важно. Такс. Мордор, где ты? Четыре косаря. Ничего не строят абсолютно. За эти деньги можно построить черных садников. Возможно, он копит на какого-то имбового героя. Ух ты, два косаря внезапно появилось. А, это, видимо, какое-то логово. Точно, я забыл. Здесь же это логово. Много будет денег. И деньги были потрачены. Так, мы видим, что засветились черные всадники. Значит, грейд... Да, ну вот же он. Грейд огней был произведен. Черт, погодите. Да, вот так. Я не знаю, как будет для вас в ролике, но мне показалось, что молочка слишком громкая. Так что потише сделаем. Так, он что-то строит. А, вот же. Начались казармы. Да, ну, конечно, медленно. Скучновато смотреть. Надо, чтобы кто-то что-то делал, нападал. Рохан подстроит войска. У него есть Теодрит, который здесь умеет стрелять из лука. Калечис. Фу, погоди. Ну что, как лорд тут? Одна обращает врагов в бегство, а другая приковывает к месту. И еще мастер клинка. Ни хера себе герой. Полетел у нас... Просто королатая тварь. Увеличивает радиус обзора. Можно видеть скрытых единиц. Наверное, скрытые единицы можно видеть. Ух ты. И лошадкам будет больным. А, у нас еще есть сразу 10 уровень. Это можно, в принципе, фермы посносить. Если ему сразу же стрелу, я так понимаю, заряжает. Ну, неплохо так, да? Первый уровень. Десятому дал. Он, наверное, должен свои хилять. Ух ты, КД, маленький. А вот и всадники. Зачистил. Ну, как бы по крепингу, я думаю, падме. Сейчас впереди, сильно впереди. Делает осадные работы. Подстраиваются моргульские орки. То есть посильнее орки. Видимо, он решил заспамить этими орками. Я помню, что вот этот второй вариант казарм здесь войска посильнее. То есть лучники хорошие. Надо только уровень поднять. Мне кажется, падме об этом и думает. Кому же... О, быстро апается. Уровень. Да, хорошая идея. Как сделать? А вот это обычная казарма. Зачем она? Не понимаю. Хотя, как вариант, здесь вроде черные орки есть. Статуи строят. О чем вообще думают эти ребята? Они будут сидеть просто и все, что ли? Просто смотрите, когда я вижу крылатую тварь. Или даже две крылатых тварей. У меня единственная мысль. Летим вот так вот сюда. Тихонечко, тихонечко. Ну, не тихонечко. Потому что здесь палево. Но ладно. Здесь вот тихонечко. И тут палево. Черт. Ну, насрать. Короче, летим и сносим вот эти вот, блин, ресурсы. Они же должны быстро ломать здания. В теории. А кое-кто сейчас, возможно, раскрыт... Нет, раскрыт. Мордор понял, что нужно валить. Что случилось? Заюзал какой-то звук. Какой-то... Ой, погодите, извините. Какой-то рот. Видимо, вот это вот звук. Но почему-то они остановились и ничего не делали. А тут герой у задницы. Сейчас. А вот, вы посмотрите. Во время боя. Блин. А надо было остаться возле фонтана. Еще бы он раскусил. Погоди, что? А почему они здесь-то раскусились? Или он грейд делал какой-то по крепости? Ну, короче, забег удачный. Феоден. Вышки. Ого, тут каждая вышка может вместить два отряда. А, тут вот минус. Походу, да? Минус элитный отряд. И самое время рушить фермы. Пролетело почему-то. А, рабочего решил. Убить. Не получилось. Ну, здесь сражаться, мне кажется, нет смысла. Они воскресятся все. Хотя он мог бы, в теории, успеть один отряд забрать. В теории. Но нет, ушел. Я бы остался. Вот здесь сбоку бы. Снес. Жаль. Но в любом случае, Мортер сейчас без потерь вышел. Очень много зла принес. Вижу рабочих. Подтаскивает. Но по-любому здесь будут статуи строиться. Войск, конечно, маловато. Тут они настаканы. Но я уверен, что их мало. Хотя у Рохана, смотрите, 40 ледмит с пределами. Всего-то. У Мордора почти максимум. Ну, у этого есть вышки. Правда, немножко неправильно у них построил, на мой взгляд. Хотя, может быть, они договорились... ...не опихать сюда лучников. А то... Мне кажется, это слишком читерно. Твари восстановили здоровье. Три катапульта есть. Да, можно просто встать здесь. Катапульта не все разбить. Чего он ждет? Второй уровень есть. Нет предела населения. Делается грейд из стального оружия. Больше ничего пока не доступно. Он еще выбрал возможность строить Короля-Чародея, но... А, он уже его построил. Нифига себе. Что у нас есть? Прямо восстановление. А, это... Классика. Лидерство неплохое. Огненный клинок получает огненный урон. И что? Он просто увеличивается. Погди, Визг убивает окружающих врагов. Серьезно? Шторм смерти. Смертельный шторм вызывает. Но я могу предположить, что смертельный шторм тоже всех убивает. Так, казарму построил. Видимо, чтобы побыстрее погладить моргульских хорков. Этот будет статую строить. Наверняка. Вот. Захватывает заставу. Рабочий прям впереди всех бежит. Начинает отстреливать таня. Одна катапульта почему-то стреляет черепами. Именно по... А, ну даже по зданию работает. Да я не могу понять. Это сейчас... Страх на рахманских войсках. Или же... Он просто отступил. Неплохо так заветели. Господин, спаси меня. Кто-то морет, что-то его спаси. А, глуши, да. Что так сильно героев сносит, я не пойму. Короче, сумма тока, ребята, я не знаю, что... А вот... Ну, или три бушет, мини-три бушет. Ого, с одной плюхи. Сейчас один три бушет снес три... Ой, не понажал. Три мордорских катапульта. Печально. Он стоит, наверное, дорого. Штука 600. А эти... 800. Хе! Дисбаланс. Воника. Ух ты, убили. Обмендайте, у вас хоть пятый уровень. То есть, если я правильно понимаю, вот эти вот элитные пятого уровня, на которых, наверное, я втяжу не бахну. Да? А, нет, ну, просто... Пассивка, они просто быстро уровень набирают. И плюс Теодрэд. Вот вместе эти ребятки, с Ницли, Дорогущего, Короля-Чередея, и еще куча героев. Куча. Ну, и Лышки, конечно, не набирают тоже. Вау. Я даже не знаю. Я, конечно, не спец в этом моде, но мне кажется, Мордор особо никаких ошибок не допустил. В итоге он все слил. Прямо все слил. Нет, одна крылатая тварь еще есть. Строит троллей, но что-то мне подсказывает, что все тролли сольются на подходах. Ну, ладно, в любом случае, Мордор немножко получил. Что он получил? Зданий Роханских он получил. Вот. Производство выбирает. Потратил все деньги, видимо, на воскрешение героев. Сейчас будет капать побольше. Ну, в любом случае, у Мордора экономика остается. А у Рохана она подпорчена. Вспоминаем, что термы ограничены, и он снес прокаченные уже термы. Так что сейчас, когда Рохан построит новое, они будут приносить меньше ресурсов. Да и по скиллам пока что не густо. У него. Так, я слышу Мордор Шатай. Лидерство. Тут, походу, у всех героев есть лидерство. Интересно, у нас так и все или нет. Если вы в курсе, напишите мне в комментариях. Вот эти вот торги. Может, лучше сделать огненные стрелы до хера лучников. И типа как в Ткоа. Полпа лучников, там может катапульты. Хотя в Ткоа они херовые. Ну и герои. Герои здесь сильные. Очень даже. Я бы здесь вот вышечку поставил Мордорскую. А вышки здесь читерные. Прямо слишком, на мой взгляд. Где там рабочий. Смотрите. 50% урона и быстрее набирает опыт. Они походу в 2 раза быстрее набирают. Ну то есть 100% к опыту. Хотя тут зависло, что видимо музычка в контакте уже не хочет переключаться. Ну и ладно. Это тоже хорошо. Я даже слышу музычку из игры. король король чародей воскресился. Как он ничего не делает. Да. Пределы населения не увеличились. Он строит фермы, строит в генеров. Сейчас заберет себе заставу. Уход за раной. О, это что? Аталас? Или Ацалас, как он там правильно переводится на русский. Так, это было, это было, это было. Вы же это читаете, надеюсь, кто бы мне объяснил, кому она дает войскам. 50% урона и 200% опыта. Черт. Еще больше опыта. Ух ты! Восьмой уровень. А, успели ударить нас с гулом. Да, этот урон поражает просто. Они еще и тварь убили летающих. Охереть. Если Рохан победит сейчас в этом сражении, я в шоке буду. У меня сейчас кот на руках и он тоже в шоке. Много троллей. извините, что это сейчас кашляю. И как я не могу выздороветь. Поэтому это и ролик не так часто выходит. настраивать это трудно конечно толпой по сравнению с этими войсками вот толпа на что-то мне подсказывает что сейчас роган сольет всех прокаченными лучниками смотрим на троллях должен фокусом троллей что я говорил один залп все и одна стрела да она стрела убила трех троллей какие-то есть у рохана в действительности были такие стрелы вот пришли у руки от хельма упать убегает такой Теуден ну потому что Теуден уже умер в данное время я думаю Теуден тоже умеет стрелять из двух прицеливается и одной стрелой 200 или 300 уруков они так в один ряд просто выстрелившем фуруру и все полег aba ну да всех Р linkedech кто мне а то же уровня я росс проект а там, что еще и на стрелы действие Так, аж клинок, а не нужно. Значит, все-таки будут ярости. Мда. Мне жаль Мордора, честно. Не представляю, что он может здесь делать. Дания, конечно, посносил, но... Врага по-прежнему... Дедушники остаются. Может, я и не прав, но... Мне кажется, он сейчас возьмет вот этот вот отряд. Дает сюда. И начнет вырезать все просто. Что есть у Мордора. Или он так и будет стоять на базе. Герой вслез. Ух ты, ребята, он... Мордор, то есть, падме. Кому там, Тиму? Да, Тиму снес героев. То есть, ну... Мордор хорош. И ему бы... Вот этих вот как-нибудь попытаться... Убить. 2500, 2500. Экономика тоже в жопе. Нет, я не прав. Мордор экономика не в жопе. Я постоянно... Забываю о том, что здесь предела населения нет. Я смотрю на 750 и думаю, что... Херовая экономика. Это для него максимум. Что он может иметь. Ну, ждем. Короче, снова... Сейчас... Минут пять они будут накапливать войска. И потом эти все войска сольются вот об этих вот ребят. Можно посмотреть, сколько им здоровья. А, видимо, в режиме наблюдателя нельзя. Барабанщики пошли. О, теперь боевых можно строить. Может, боевые больше пользы Мордору принесут. Но... Эх, может, я пессимист? А мне кажется, что... Боевой тролль тоже умрет за один залп у этих парней. Ну, или все боевые тролли умрут из-за одной стрелы. Для ладряда. Ой. Короче, у меня идея появилась, парни. Вот так вот. Смотрим на радар. Когда они начнут двигаться. О! Кто-то двигался. Кто-то кого-то убил. Видимо, Шмегу убили. Теперь у него есть калечащая стрела. Блин, если калечащая стрела не только приковывает к месту, но тоже ваншотает пол-армии. Это будет отстой для Мордора. Ждем. За мной тьмана. Что за звук? Что за мощь Великих Валар? Вы же слышали это, правда? Где мощь, блядь, Великих Валар? Ну что за ковно, а? Ардагаст. Это, наверное, только звук... Ой. Звук того, что был выбран скилл. А бабла у него на... Ну, постройки. Крестьяне тоже могут держать в руках оружие. Выглушает врага Горн Рохана. А тут что? А, нет, ничего. Так, летающие есть. Ладно, ладно, ждем еще. Перемотаем еще вперед. Ждем, ждем, ждем. Офига себе, так долго. О, героев подстроил Рохан. За это все время парочку отрядов даже слева. Стражи Белой Башни. Видимо, стражей Коричневой Башни. Нет, ну по-любому вот эта маленькая толпа вынесет эту большую толпу. О, статуя. А вот и Ардагаст. Земляной шар. Энергетический взрыв. Мем деревьев. Ну посмотрим сейчас. А, это Горн Рохана сейчас был. Земл-карта всех застанил. Молок сольется. Да, вы видите этот урон? Это эти ребята стреляют. Да, все же, по-любому. И кто-то понимает прокачаться. Страх бы завидовал хотя бы, жаль. О, Радагаст. А я не заметил, когда он ивел шар земляной. Ого, так быстро! Так быстро! Да нет, Мордор не сможет здесь победить. Без варианта. Короче, он накапливал армию минут десять или пять. Точно не знаю, в каких пропорциях перемотка действует. Чтобы забрать немножко отрядов. Было двести тридцать, помните? Шестьдесят предела населения. И ферму. Эти сейчас стоят. Даже ударить никого не успело. Вау, один выстрел. Почти половина хп. Бесполезные герои. Бедный Мордор. Ха-ха. Видимо, теперь Мордор будет защищаться. Ну да. Теперь Рохан нападает. Ну, конечно же. Это броня. Я слепой? Или нет? Похоже на... Осадную башню. Хе-хе. Наверное, я слепой. Так. Рохан собрал двадцать пять очков. Я могу предположить, что Радагаст... Это пассивка за десять очков. Так что он не может еще какую-то избу выбрать. Блин. Хотя, конечно, когда я смотрю на этих лучников, упоминание о ЭМБ кажется неуместным. Вот. Ау. Мордор особо-то ничего и нет. Больше. Вау. То есть, ну... Зачем что-то делать? Я был прав. Надо было еще раньше брать вот этих ребят, идти и все сносить. Построить еще этот фонтан здесь, чтобы не воскрешались во время боя. Мы сфилились. О. Полутелок был. Но они не умели. Не повезло. Ну и сразу же захилил. Все. Каждый из нас может пасть в бою. Кто еще стреляет, я не пойму. Что, какая-то башня невидимая. Я вижу, стрела летит. Из казармы второго уровня, что ли? Это я, она не отсюда. Да, она по-прежнему летит. Странно. Ну все, Мордору капец. Ну, этот парень прокачался. Указанные войска уруков получают опыт. Ребят, мне кажется, Теоден по-прежнему под контролем Сарумана. Он теперь еще и уруков обучает. Предатель, черт это. Ух ты, нифигасик. Да, это была эта стрела. Хотя, у него уже мало здоровья было, так что непонятно, сколько он урон не стал. Полный капец. Они стреляют, объясните мне. По этим? А, да, да, убивают. Те в броне, между прочим. О, Саурон. Это уже за 25 очков, типа. Да, какой-то взрыв. Сила единого кольца, который не убил этих ребят. Или просто он его близко заюзал, я не пойму. А, походу, под чарджем. Да, сейчас Теоден. Он из-за этого живет. Блин, падная. Ну, а, вот Заюза все-таки убил этих парней. А сразу надо было так делать? Он же вроде как не восстанавливает здоровье. И они ему влились только за ним. Веселая троица построилась. А, Те, Энтер. Походи-то сейчас крепость потеряет, походу. Подкрепление. Ого. Он не жирно, и хуй. Да, на крепости больше не будет. Все равно, я уверен. Так. А тут что? Грон. А, он, наверное, из-под земли вырастает. С помощью скилла. А что может Рохан? А, у него не появился никакой скилл. Ну, там, если помните, там какой-то определенный за 25 очков надо получить. Ну, выбрать. Чтобы строить сильного героя, типа Сауроня. Видимо, Энты это не тот скилл. Так что, какой имболы из Рохана мы не узнаем. Но, теперь все выглядит так, будто Мордор все-таки сможет победить. Прокачался. Тут что-то. Теуден. Интересно, сможет ли Теуден в одиночку снести к Казани? Если да, то он победит. У него практически есть чардж. Это что, союзники? Это на него не действует. Это тоже. Это пассивка. Попробуй, мне интересно, хоть разок ударь. Ну да, ладно, бесполезно, он помрет, пытаясь. О, я пропустил что-то такое интересное. Каким-то чудом снесли Гронт. Я же видел, что он мало урона получал. Каким образом, не понимаю. Как видите, был заюзан Визг, который убивает врагов. Но здесь нет врагов. Саврон снес-крепость. Большой опыт. Еще и герой получает опыт. Почему бы не заюзать от этого типа, чтобы он получил шторм из Мерди. И всех умертвил. А? О, вот оно что. Отпис носит. Ну вот, о чем я и говорил. Должны же быть рабочие у Мордора. Нельзя так тупо просирать. Он сейчас просрет. Или нет? Что остается? Раз. Два. Три. Не успеет. Это быстрее снесет. Неужели он всех рабочих просрал? Ну были же, я видел. О, еще бежит помогать. Своему герою. Почему он ушел? Он же, он смог бы. Я уверен в этом. Может 5 снимеет. Тут остается. Не знаю, БВ это здание или нет. Мордор тоже близок к хобби. А, нет, все, Мордор проиграл. Ну что ж. Мораль. Каким бы унылым не был этот поединок, в конце мне было интересно. Надеюсь и вам тоже. Благодарю за внимание. Ну и до встречи в следующих роликах. По Тоду, кстати, еще будет. Ну вы видели, там есть еще реплей. Арифидерчи. Благодарю. 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 , ... Продолжение следует...